Самоедская Мека – таинственный остров. Это лишь два из множества названий острова Вайгач. Он находится на стыке двух морей – Барынцево-Икарского. Интересная особенность Вайгача – абсолютно стерильная среда. Можно замерзнуть, но не заболеть, нет микробов. Уникальная флора и фауна – сакральное место ниньской культуры. Именно поэтому Сергей Уваров предложил в своем докладе создать на острове национальный парк. Его появление поможет сохранить природные ресурсы и уникальную экосистему острова. Представитель Всемирного фонда защиты дикой природы обеспокоен также и браконьерством на Вайгаче. Все вы знаете ту ситуацию, которая связана с местами находок двух убитых животных, белых медведей. То есть это говорит о чем? Что браконьерство там есть. А как контролировать браконьеров в Нарьинмаре? Невозможно. То есть нужны люди на местах, нужны люди в поселке, нужны люди в Андрине. Это, конечно же, должны быть те люди, которые там живут, которые переживают за свою малую родину. То есть люди, которые небезразличны. Как это можно делать? Только за счет того, чтобы создать какую-то структуру, которая бы позволяла это все контролировать. Обсудили на симпозиуме и другие важные вопросы. Состояние и сохранение продуктивности олених пастбищ, сохранение местообитания мегрирующих кис в Нейнском округе, редкие и охраняемые растения, бассейны реки Волонги и многие другие. В числе участников много зарубежных исследователей, в основном из северных стран. Директор норвежской компании «Акваплан Нива» Сальвы Дали привез свои идеи, которые могли бы значительно улучшить экологическую обстановку в Баренцевом море. Ведь, по сути, оно общее – омывает берега как России, так и Норвегии. Как Норвегия, так и Россия планируют развивать нефтегазовые проекты в Баренцевом море и на Арктическом шельфе. И поэтому наша общая задача, чтобы мы делали таким способом, чтобы не было никакого негативного влияния на как в Норвегии, так и Россию. Российские и зарубежные исследователи Арктики – представители власти, как федеральные, так и региональные нефтяники и защитники дикой природы. Они собрались вместе, чтобы поговорить об экологии, а точнее о том, как ее сохранить в самых суровых климатических условиях в Арктике. Самые важные вопросы вынесли на круглый стол. Итогом конференции стало обсуждение проекта резолюции. Участники поддержали администрацию региона в вопросе создания организационной структуры для реализации полномочий в области охраны окружающей среды. Таким образом, в НАО в скором времени появится новое казенное учреждение Центра природопользования и охраны окружающей среды. Собравшиеся порекомендовали в перечне задач включить сбор, обобщение и анализ информации в области охраны окружающей среды, а также сохранение биоразнообразия на территории округа. Алина Волучейская, Сергей Качегов, Телеканал Север.